Всем здравствуйте, меня зовут Оля, я вас очень рада приветствовать на своем канале, и сегодня у нас будет с вами видео вопрос-ответ, а накопилось у меня какое-то количество ваших вопросиков, я с удовольствием сегодня на них отвечу. Но прежде чем начать, я бы хотела вам рассказать об одном интересном канале на YouTube, это канал моей подруги Алены. Она шила мне мое свадебное платье, шила мне мое пальто, несколько других еще платьев, топов, в общем уже много-много всего. Она профессионально занимается конструированием и пошивом одежды, и также у нее теперь есть свой YouTube-канал, на котором очень много всего интересного связано с этой темой, с шитьем, с конструированием. Там есть различные лайфхаки, так что если вам эта тема интересна, обязательно подписывайтесь на ее канал, я ссылочку оставлю внизу, и я уверена, вам понравится. И есть у меня еще для вас одна новость. Наконец-таки готов мастер-класс по вязанию тучки из мими-мишек, так что его теперь можно приобрести, написав мне личное сообщение ВКонтакте, либо же в Директ. В общем, в моей группе ВКонтакте, в Инстаграме есть все-все-все данные, так что, пожалуйста, заходите. И если вдруг вы хотите связать третьего уже по счету персонажа из мими-мишек, то, конечно же, пишите. Мастер-класс в формате PDF, в нем 16 страниц, пошаговые подробные фотографии, так что да, если хотите связать, то обязательно пишите мне. И кроме этого, напомню, что у меня есть мастер-класс по вязанию лисички, цыпы, и вот теперь появился еще тучка. Остался, остался только Кеша. Я надеюсь, что в ближайшем будущем и этот мастер-класс тоже будет готов. Оставлю в инфобоксе обязательно ссылки на предыдущие ролики подобного плана. Я, правда, их не пересматривала, не знаю, может, какие-то будут вопросы повторяться, но в любом случае ссылочки оставлю. И если у вас еще есть какие-то ко мне вопросы, то обязательно оставляйте их в комментариях, и я также сниму потом еще следующую часть ответов на вопросы. Итак, ну что, поехали. Первый вопрос. Расскажите нам о себе, чем вы занимаетесь помимо вязания? Учитесь, работаете? Если нет, то почему решили уйти из профессии? На самом деле, я как раз-таки не ушла из профессии, я вернулась в свою профессию. По образованию я инженер-технолог по художественной обработке материалов. Таким образом, у меня художественное образование, вместе с тем технологическое, то есть я как раз-таки занимаюсь, то есть как раз-таки моя деятельность полностью соответствует моему образованию. Закончила я университет 7 лет назад. Для этого я какое-то время работала в школе, потом какое-то время я работала, скажем так, на работе никак не связанной с моей профессией. И вот сейчас, уже два с половиной года, я как раз-таки напрямую занимаюсь тем, что связано с моим образованием. Кроме этого, в прошлом году я закончила лингвистический центр, в котором я проучилась два года. Он находится при моем вузе, в котором я училась, и получила диплом в сфере преподавания и перевода итальянского языка. В этой сфере я работать пока что не планирую, язык изучала для себя. И, ну, что будет дальше, я пока не могу сказать, но, по крайней мере, пока я работать не планирую. Пока что все мое, 100% моего времени занимает моя деятельность по вязанию, по вязанию игрушек, по созданию мастер-классов, также съемка видео. В общем, все это занимает все мое время. Во сколько лет начали вязать? Тоже я отвечала, я начала, научилась вязать я в 10 лет, примерно так, в третьем классе, когда была в городском детском лагере. И, в общем-то, там мы научились вязать по кругу, вязали салфеточки. Затем уже в институте, когда мне было 20 лет, снова я вернулась к вязанию. И вот примерно, наверное, с тех пор, время от времени, я к этому возвращалась. Ну и последние два с половиной года я занимаюсь этим очень плотно. Любишь ли ты снимать мастер-классы? Ну, на самом деле, если бы я не любила их снимать, я бы их не снимала. Я стараюсь не делать того, что я не люблю, но это однозначно достаточно такой трудоемкий процесс, и трудозатратный, и очень большой по затратам времени. Поэтому, конечно, из всех съемок это самое сложное, но, тем не менее, я делаю их с удовольствием для вас, поэтому можно сказать, что да, люблю. Вяжешь ли по книгам и схемам? Сейчас уже очень редко, вы знаете, вот в прошлом году покупала я мастер-класс по вязанию крота. Иногда что-то, может быть, я встречаю, но уже сейчас редко. Поначалу, конечно, это были только готовые мастер-классы. Вот сейчас, только если мне нужно что-то очень срочно связать, или у меня, допустим, не получается само это придумать, тогда я использую какие-то уже готовые мастер-классы. Как ты оформляешь заказы? Просили меня целое видео об этом снять, но там, на самом деле, нет ничего интересного. Правило, я использую крафтовый пакет, который по размеру подходит той игрушке, которую я упаковываю, затем все это я перевязываю либо лентами, либо джутовым шпагатом, либо и тем, и другим. Прикрепляю свою бирочку, клею какую-нибудь красивую наклеечку, ну вот и все, и чаще всего кладу еще какой-то, может быть, маленький подарочек внутрь. Да, и все свои заказы, если я отправляю по почте, я отправляю их в коробках, то есть не в пакетах. Как составляешь цены? Этот вопрос мне приходит, наверное, чуть ли не ежедневно о том, чтобы я рассказала или, возможно, сняла целое видео о том, как я ставлю цены на свои работы. На самом деле здесь я вам совершенно ничем не могу помочь, потому что у меня нет какой-то формулы, у меня нет какого-то принципа, по которому я это делаю. На самом деле я это делаю чисто интуитивно. Здесь все зависит от очень многих факторов, от того, в каком городе выживете, в какой стране, из какой пряжи выполнена ваша игрушка или ваше изделие, какого она размера, сколько вы на это потратили времени. Здесь очень много разных и статей, и роликов на эту тему. Посмотрите, возможно, вам что-то подойдет. Просто мне пока что я не нашла какой-то универсальной для себя какой-то формулы, поэтому я примерно смотрю цены на подобные игрушки, на подобные работы у других мастеров. И, в общем-то, где-то в среднем диапазоне ставлю свою цены. На самом деле я вам хочу сказать, ставьте вообще цену такую, какую хотите. Вот серьезно, только вы можете оценить свою работу и никого не слушайте. Если вы считаете, что ваша работа должна стоить столько-то, значит ставьте такую цену. Вот и все. Вот это я вам могу сказать точно. Главное, чтобы вы были в этом уверены и действительно, скажем так, понимали, что ваша работа стоит вот столько и не стеснялись этого. Вот так. Поэтому еще иногда мне присылают фотографии своих работ, и просто чтобы я оценила их. Я не могу этого сделать. Только вы авторы этой работы, вы знаете, сколько вы вложили в нее труда, сил, времени и так далее. Поэтому я здесь вам не могу ничем помочь. Я делаю это интуитивно, скажем так. Так, где заказываешь материалы? На самом деле чаще всего я покупаю материалы, ну имеется в виду пряжу. Просто у нас в городе есть магазин, я уже оставляла на него ссылочку, узелок74.ru. Оставлю также на него ссылку. Там достаточно неплохой выбор и приемлемые цены. Если это был хлопок Аннабель Альпина, я знаю, что у нас он в городе продавался только в магазине Леонардо. Вот. И также сейчас я сделала еще один заказик. Достаточно большой для меня заказ пряжи. И как только он ко мне придет, я обязательно вам расскажу еще об одном классном месте, где я заказываю пряжу. И теперь нужно мне дождаться, когда ко мне мой заказ придет, и я обязательно вам покажу. И расскажу, откуда я его заказывала. Вот. А если это крафтовые пакеты и что связано с упаковкой, это магазин Печаткин. Моему, да, Печаткин. Тоже у нас в городе есть этот магазин. У них есть сайт, по-моему, они даже делают доставку в разные города. Поэтому тоже я вам оставлю ссылочку на этот магазин. Там есть разные упаковочные материалы. И, в общем, и коробочки, и пакеты, и конверты, и разные ленты. В общем, все что угодно. Смотрите. Так. Как найти время на вязание? Ну, на самом деле, так как вязание является, по сути, моей работой, да, ну и вообще все, что связано вот с вязанием, поэтому, естественно, я на это нахожу время, потому что это моя деятельность. Но, если это является, допустим, вашим хобби или вашим увлечением, то, мне кажется, здесь можно подставить абсолютно любое действие вместо вязания. То есть, как найти время на вязание, на чтение, на спорт и так далее. Здесь ответ может быть только один. Это правильно расставляете приоритеты. Вот и все. На самом деле, только так это работает. Если вы... Если у этого действия низкий приоритет в вашей жизни, то вы не будете находить на него времени. Нет такого понятия, у меня нет времени. Есть понятие, я просто почему-то не хочу выделять время на... Вот, именно вот на это. К примеру, я очень мало читаю, да, и я говорю о том, что у меня нет времени на это. Но на самом-то деле, просто мне почему-то было жалко именно тратить время на чтение. И сейчас я стараюсь это исправить. И я нахожу на это время, я, скажем так, повысила приоритет этого занятия, этого действия в своей жизни, да, в своих планах. И главное ведь понять, для чего вам это нужно, да. И если вы понимаете, зачем вам это нужно, ну тогда просто включить это в свой план, да, в свой график и делать. А с другой стороны, если вы, ну, совсем не можете, да, найти на это время, возможно, вам это и не нужно, возможно, вы этого не так уж и хотите, возможно, вам просто кажется, что вам это нужно. Потому что я всё-таки уверена, что человек всегда найдёт время на то, что ему действительно нравится, и на то, что он действительно любит. Я вот так считаю. Ты хочешь выпустить свою книгу? Да, конечно, я уже отвечала на этот вопрос и говорила, что да, это такая одна из моих мечт, и я думаю, что это когда-нибудь осуществится. Какая твоя любимая игрушка? Очень интересный вопрос. Если честно, мне кажется, что на этот вопрос ответит моя шапка на канале, и там изображён жирафик. Почему-то у меня к нему самые какие-то тёплые чувства, хотя, конечно же, я люблю все свои игрушки, и каждая из них рождалась с таким трепетом, и к каждой я отношусь с любовью, но почему-то вот именно жирафик, мне кажется, самый такой, не знаю, самый такой какой-то мой. Я чувствую, как он меня характеризует. И ворону очень люблю. Вот, кстати, мастер-класс на вороны вышел недавно. Ну, а так, конечно же, я всех своих люблю. Ребяточек. Так, хочешь попробовать полухлопок Yarnard Jeans Alize Cotton Go? Да, хочу. Я просто об этом забыла сказать в видео. Да, конечно же, я хочу. Пока что руки не дошли, но я думаю, что обязательно я в ближайшее время тоже это сделаю. Попробую тот и другой. Насколько я понимаю... Да, то есть полухлопком я ещё не вязала. Я не пробовала ни разу, мне кажется. Либо я пробовала вязать шапочку из полухлопка, но игрушки нет. Нет, игрушки я не вязала. Обязательно попробую, если понравится. Мне кажется, тоже хороший вариант. Как много вязать? Ваши советы и лайфхаки. На самом деле я не скажу, что я вяжу много. Нет. Потому что всё-таки это не основное моё занятие. И у меня, наверное, просто нет такой необходимости вязать именно много. Но хотя такое случается перед какими-то выставками. Как правило, я начинаю к ним готовить неделю за 2-3. И вот тогда мне действительно нужно связать много. И что я делаю в таких случаях? Я, во-первых, составляю список того, что я вообще хочу связать. Я прям так и пишу, допустим, собачки. И думаю, мне нужно их там связать, к примеру, 6 штук или 10. И я вот рисую 10 квадратиков. И потом, по мере того, как я собачку связала, я там ставлю крестик. Допустим, там совушки, столько-то штук. Не знаю. Мишки, зайчики. И вот в таком духе. И, конечно, примерно смотришь, сколько ты хочешь связать за конкретный промежуток времени. Примерно рассчитываешь, сколько это игрушек в день. Смотришь, вообще реально это нереально. И что ещё важно, это, конечно же, не отвлекаться. Потому что, когда, например, я вижу и я смотрю какой-то фильм или сериал, я вижу медленнее, чем если я, например, что-то просто слушаю. Или музыку, или какую-то, допустим, книгу, или какую-то лекцию. Конечно, гораздо дольше я вижу, когда я именно что-то ещё параллельно с этим смотрю. Поэтому, если уж у вас какой-то большой заказ, и вам нужно очень много всего связать, наверное, я бы, конечно, посоветовала обязательно вести учёт. И каждый день сверяться со своим графиком. И поменьше смотреть сериалов. И в абсолютной тишине я не могу, например, вязать. Мне как-то, не знаю, как-то это странно, очень так пусто. Мне нужно что-то слушать или смотреть. Вот для того, чтобы вязать быстро, нужно что-то слушать вместо того, чтобы что-то смотреть. Вот так. Так, следующий вопрос. Где вы, где вас находит клиент, на каких площадках? У меня есть мой инстаграм. Как вы знаете, если вдруг не знаете, то я вам скажу. У меня есть два инстаграма. Один из них мой личный инстаграм, а второй посвящён моим вязаным работам. Есть у меня группа ВКонтакте. Также вступайте, я вас буду очень рада там видеть. Есть у меня магазинчик на ярмарке мастеров, который я периодически то оплачиваю, то не оплачиваю. В общем, то продляю, то нет. И что ещё? Ну вот и всё, пожалуй. Конечно же, зрители с YouTube, девочки-рукодельницы, которые именно приобретают у меня мастер-класс. Они находят через YouTube. Ну вот всё, больше ни на каких площадках я пока что не зарегистрирована. Так, как формируется цельное изделие, я уже ответила, что у меня с этим сложно. Возможно, если когда-нибудь я найду для себя какой-то идеальный вариант, или, может быть, свою собственную формулу я создам, составлю. Пока что, честно вам скажу, я не специалист в этом вопросе. Мне кажется, у Анастасии Мадейра есть видео на эту тему. Посмотрите, возможно, оно вам поможет. Так, какие аксессуары любите больше всего? Видимо, имеется в виду вязаные. Я вообще очень люблю береты, шапки. Ну, шапки чуть меньше. И я люблю очень объёмные, мягкие шарфы или снуды. Я вообще не могу в холодное или даже прохладное время года ходить без шарфа. Я должна вот прям полностью закутать подбородок. Я обожаю как вязаные, так и не вязаные, разные шарфы, палантины, снуды. Это вот просто моё всё. Ну что, вот это были все вопросики пока на данный момент. Напишите, если у вас ещё что-то интересует. Я обязательно сниму ещё такие видео. Всем большое спасибо за просмотр. И я вам напоминаю про канал Алены. Обязательно заходите, подписывайтесь. Я вас всех целую. Я вам всем желаю творческого вдохновения, успешного в дизайне, ровных столбиков. Увидимся с вами уже очень-очень скоро. Всех целую. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.